Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые товарищи! Я Константинова Ольга Ивановна, заведующая библиотекой Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию видео-выставку книги-юбиляры, посвященную 160-летию со времени написания поэм Некрасова «Крестьянские дети и корабельники». Известный русский писатель Николай Алексеевич Некрасов родился в 1821 году, 28 ноября. Семья Некрасова принадлежала к дворянскому роду. Когда Некрасову исполнилось 10 лет, он поступил в гимназию в Ярославле. В этом возрасте писатель начал писать свои первые произведения. Большинство творений писателя посвящается тяжелой и трудовой жизни простого народа. К примеру, «Крестьянские дети», «Мороз, красный нос», «Железная дорога». В поэме «Крестьянские дети» Николай Некрасов описывает свои наблюдения за деревенскими ребятишками. Однажды, устав после охоты, поэт крепко заснул в сарае. Проснувшись, он услышал какой-то шепот. Он посмотрел в ту сторону, откуда раздавались голоса. Оказывается, это дети сквозь щель сарая разглядывают охотника и рассуждают о нем. Автор с умилением слушает их беседу. Как дети описывают его внешность, ружье, собаку, какие делают ум заключения. Некрасов пишет, что часто по-хорошему завидовал крестьянским детям. Им не доставалось много ласки, и наукам их никто не учил. Эти маленькие крестьяне рано начинали трудиться, но жили они весело. И в каждом занятии находили удовольствие. Вот ребята пошли в лес за грибами, нашли ежика. Придя домой, пытаются накормить его мухами, угощают молоком. Потом занимаются каждый своим делом. Кто-то нянчит сестру, другой понес в поле отцу квасок. Одна девочка плетет венок, а потом, поймав лошадку, поехал на ней домой. Вот отошла грибная пора, и ребята уже собирают в лесу чернику, орехи, малину. Это для них и труд, и развлечение. Делая запасы для семьи, дети одновременно наблюдают жизнь лесных зверей и птиц. Природные явления. Подрастая, юные крестьяне начинают помогать родителям на более серьезных работах. В спашке земли, севе, уборке урожая. Но этот нелегкий труд приносит радость. Подростки чувствуют свою силу, сноровку. Но не все в жизни крестьянских детей радужно. Им ничто не мешает умереть в раннем детстве. В отличие от барских детей, эти не имеют возможности учиться. Да и необходимость работать с малых лет далеко не всегда блага. Вот как Некрасов описывает один случай. Стоял зимний морозный день. Поэт шел из леса и повстречал лошадь, которая везла телегу с хворостом. Хозяина он вначале не увидел. Настолько тот был мал. Оказалось, лошадкой правил шестилетний мальчуган. Когда поэт спросил, почему такому маленькому приходится возить хворост, мужичок с ноготок, которого звали Власом, со всей серьезностью ответил, что у них большая семья, да вот только мужиков всего двое. Это его отец, который сейчас рубит в лесу дрова, и он сам. Сердце поэта переполняли разные чувства. Боль и злоба, а также щемящая нежность к этому малышу-труженику. Автор, искренне любя крестьянских детей, желает им как можно дольше резвиться и играть на воле. На то ведь им и красное детство дано. Произведение «Коробейники» является особой формой обращения к русскому крестьянству, в которой выражается отношение народа в виде недовольства к проведенной реформе по отмене крепостного права. Ключевые герои стихотворения представляются поэтом в качестве крабейников, деревенских торгашей, странствующих по российским глубинкам, являющимся бескрайними просторами, описываясь с точки зрения обычного народа, происходящие после реформы события. Главными героями произведения изображаются пожилой торговец Тихоныч и сопровождающий его молодой подручный Ванька, которые ранее являются крепостными крестьянами и хорошо осведомлены о народных тяготах и проблемах. Тихоныч описывается в качестве мужика, имеющего собственные суждения и отрицательно относящегося к помещичным нравам и зарождающегося буржуазного деревенского класса. Юнош по имени Ванька является жизнелюбивым, веселым, поэтически настроенным человеком, отличающимся молодецкой удалью, раскрепощенностью, задором. Во время путешествия по русской земле с целью получения дохода от аргашеского промысла они испытывают некий стыд, поскольку вынуждены надувать простых людей. У Ваньки случается любовный роман с Катеринушкой, одной из представительниц крестьянских женщин-тружениц, проводящей свою жизнь неустанно трудясь. Катеринушка представлена поэтом в виде полной противоположности бесшабашному парню, далекой от торгового промысла корабейника, находящейся в напряженном крестьянском труде, но при этом способной на глубокое искреннее чувство. К сожалению, продолжение любви молодых людей не происходит, поскольку из-за непомерного чувства наживы поэма заканчивается гибелью корабейников. Во время путешествия корабейников в их жизни происходят многочисленные встречи, передаваемые поэтам в виде народных песен и баллад, отражающих беспросветную народную бедность и печальные судьбы простых крестьян. Отличительной особенностью стихотворения является применение народных средств выразительности, заключающихся в русском фольклоре, крестьянском лубке, сказках, поговорках, пословицах. При этом каждый из глав стихотворения имеет самостоятельный фольклорный эпиграф. Основной авторский замысел выражается в оценке поэта, выносящего приговор относительно черных воронов, в лице богатой помещичьей и чиновничьей верхушки, угнетающих народ путем жестокости, пьянства и издевательств.